Я пекла ее при помощи специальной формы, здесь линзеля, и написано «Христос воскрес» с первой буквы «ХВ». Секретный ингредиент выпечки Натальи Павловой – натуральность. В тесто для куличей она старается добавлять только деревенские продукты. По условиям участница взяла лакомство из дома, поделилась рецептом. Признается, правда, немного не довезла. Бывает. Я стараюсь часто печь. У меня трое девчонок, они очень любят сладкое. И, конечно же, от такого куличика они мне помогали сами его печь. Пытались размешивать тесто и складывать тесто в формочки. Одна из дочерей Натальи – та, что с самыми длинными волосами, участвует в конкурсе на лучшую косу. Одна из ее главных конкуренток – маленькая Настя. Такую косу девочка растила 6 лет. Мы с рождения ее даже и не постригали. Поэтому она категорически отказывалась. При виде ножниц она сразу пряталась. Поэтому мы решили, что, наверное, пусть они у нее отрастают. В принципе, у девочки, я считаю, должны быть длинные, красивые волосы. Практически запрыгнуть в последний вагон пытаются эти посетительницы исторического парка. Подружки узнали о конкурсе и приступили к плетению. А куда обычно заплетаешься? В школу. У меня подруга заплетает. Организатор праздника – семейный народный театр. Вмещает он намного больше, чем постановки. На занятиях изучают народные игры, календарные праздники, традиции. Дети ходят бесплатно, но при одном условии, что заниматься они будут только вместе с родителями. Мы убеждены в том, что работать нужно именно с семейной аудиторией, чтобы закрепление было за стенами учебной аудитории. Например, сегодня участники узнали, что раньше, во время Великого поста, до пацхи были запрещены веселья и игры. Развлекать себя можно было выпечкой и рукоделием. Ведь когда-то в косы вплетали даже ленты ручной вышивки. Сейчас их заменили разноцветные резинки для волос. А всю неделю до 15 апреля в историческом парке будут проходить пасхальные игры. Во время них можно будет узнать о традициях празднования Пасхи. Тех, что сохранились до сих пор и тех, которые давно забыты. Светлана Урванцева, Юрий Дорошенко, Антенна 7.